Привет, ребята, это Алена. Сегодня с вами говорим на такую интересную тему. Мы на канале с холистическим психологом, а значит здесь про физическое и ментальное здоровье. Сегодня говорим про паразиты. Меня очень-очень давно уже спрашивали про эту тему, записать видео. Соответственно, записываю. Моё отношение такое к этой всей истории. Если паразиты не обнаружены у вас и вы сдавали кучу анализов, но есть бесконечные симптомы, симптомы усталости, неусвоения витаминов, вялости, апатии, проблем с месячными, с гормонами, неусвоение постоянно железа, то можно смотреть в эту сторону. Паразиты бывают разные. Они есть у всех. И некоторые паразиты помогают и спасают нас от самых-самых серьезных заболеваний, которыми мы можем заболеть. И, соответственно, они нас от этого спасают. Другой момент. Мы с вами понимаем, что во многих случаях история, связанная с паразитаркой, этой истории сниженной кислотности, нерабочего желчного. И, соответственно, из-за этого происходят такие вот бывают моменты. Следующее. Паразиты. Не нужно их травить, выводить, потому что с ними вы будете, когда вы начнете травить что-то без врача, без лежания в каком-то санатории, это все будет очень плачевно, потому что такое ощущение, что вместе с этими паразитами будете умирать вы. Это правда. Следующий момент. Паразиты. Очень прекрасно выводится. Если вы потребляете достаточно грецкого ореха, чеснока, полынь, гвоздика, то есть это все есть. И если этим заняться, то в вашем организме будет, да будет вам счастье. Другой момент. Если вы понимаете, что паразиты – это история, которая влияет на ваше психоэмоциональное состояние, они доказаны, их нужно пролечить. Паразиты есть у всех у нас. И я за то, чтобы ваша иммунная система справлялась с ними, а не вы справлялись с паразитами. А для этого просто нужно укрепить иммунную систему, которая будет работать за вас, для вас, на вас. Когда иммунная система не работает, когда много сахара, когда много углеводов в рационе, когда недостаточно жиров, когда мало белка, когда дефициты, и тогда, как я говорю, начинаются эндоцервициты. Это правда. И паразиты, бывает, еще слетают на нервной почве. То есть где-то там охладился, где-то там йода не хватило, кислорода не хватило, где-то там понервничал, и бац, тебе схватил болячку. Ослаб иммунитет и опять по какой-то новой системе. Соответственно, это все рабочие практики, и с ними можно прекрасно, прекрасно жить, прекрасно работать, прекрасно себя чувствовать, при условии того, что вы делаете вещи, которые вас подбодривают. И если вам все это интересно, соответственно, пишите, я с радостью вам отвечу. Паразиты не делают вас хронически больным, если вы имеете крепкий иммунитет, и, соответственно, ваша иммунка на вашей страже. Паразиты страшны, когда у человека дефициты витаминов, и есть другие еще и болезненные моменты. Соответственно, профилактика. Это чеснок, перец, это различные грецкие орехи, каприловая кислота. Ну, в общем, это все в капсулах я давала в последнем проекте «Жизнь без невроза» схему противопаразитарку. Паразиты бывают разные, и если профилактика, то это одна вещь. Если лечение, то это у доктора. Да, потому что, еще раз говорю, когда что-то будет вас травить, будет очень неприятная симптоматика, которая может проявляться, но не очень красивыми вещами, которые ваше тело и будет этому всему не очень, простите, раду. Вот так. Пишите, с радостью отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok